Уважаемые коллеги, прежде всего мне хотелось поблагодарить организаторов за возможность представить наши результаты на этом замечательном форуме. Кроме того, мне хотелось сказать, что это, конечно, колоссальная честь для нас выступить здесь и представить наши данные на конференции, посвященной памяти Михаила Гершановича, человека, который, по большому счету, стоит у истоков и является основоположником лекарственной терапии как в Советском Союзе, так, возможно, и во всем мире. Сегодня я в своем сообщении попытаюсь коснуться современных возможностей индивидуализации лечения солидных опухолей. Проблема смертности от злокачественных новообразований крайне остро стоит во всем мире. Это касается как развивающихся стран, так и стран Западной Европы, Северной Америки. При этом важный нюанс заключается в том, что, конечно, в развитых странах на настоящий момент наблюдается определенная тенденция к снижению смертности. Связано это, в первую очередь, конечно, с активными программами профилактики, первичной профилактики, скрининга, а также раннего выявления опухолей. А также, кроме того, совершенствованию методов комплексной терапии, которые включают в себя системные методы воздействия, а также хирургическое лечение. Тем не менее, к сожалению, как мы сегодня слышали, приблизительно у третьих пациентов с ранними опухолями молочной железы, кроме того, это касается и других опухолей тоже, также рано или поздно выявляется рецидив заболевания. К сожалению, другой проблемой является то, и это касается, в первую очередь, развивающихся стран, что довольно часто опухоли выявляются на стадии, когда проведение радикального хирургического лечения, даже с использованием комплексных методов, не представляется возможным. И эти пациенты являются кандидатами для проведения системной терапии. В России проблема со смертностью от злокачественных новообразований стоит не менее остро. И, к сожалению, пациенты, у которых выявляется диссеминированная форма заболевания, им требуется проведение системной терапии. Она направлена исключительно на увеличение продолжительности жизни этих пациентов. Кроме того, позволяет еще уменьшить, улучшить это качество за счет снижения симптомов течения этого заболевания. К сожалению, системная терапия крайне редко приводит к излечению, и таким образом практически, несмотря на все успехи системной терапии, практически не имеет никакого вклада в снижение смертности от злокачественных новообразований. Одним из основных направлений улучшения результатов системной терапии злокачественных опухолей является индивидуализация лечения. Что такое индивидуализация лечения по определению? Это выделение отдельной группы пациентов на основании тех или иных признаков. И при этом у этой группы какой-то вид лечения будет обладать большей эффективностью, лучше влиять на показатели выживаемости, чем для всей популяции пациентов в целом. При этом в основе индивидуализации лечения практически всегда лежит гетерогенность опухоли. Представление о том, что опухоли гетерогенно, было получено давным-давно, еще в начале прошлого века, когда онкология носила феноменологический характер. И фактически все монографии заключались исключительно в описании отдельных случаев течения заболевания, по сути дела, какого-то лечения и гибели пациента. При этом уже тогда было отмечено, что опухоли могут быть макроскопически экзофитными, эндофитными, они могут поражать различные органы. Затем присоединилось к этому морфологическое, гистологическое исследование, иммуногистохимия. И мы знали, что в пределах одного органа могут быть уже опухоли различные совершенно по течению, по происхождению и по ответу на различные виды лечения. Конечно, та индивидуализация, о которой буду сегодня говорить я, она в первую очередь связана с развитием молекулярной генетики, которая при помощи использования все более и более сложных методов на протяжении последних 30 лет привела к тому, что сейчас мы имеем колоссальный объем данных о молекулярной генетике злокачественных опухолей. Мы знаем о том, что большинство опухолей различаются между собой, и, соответственно, они по-разному могут отвечать на различные подходы, которые используются в лекарственной терапии. Тем не менее, к сожалению, в течение значительно большего этапа, который прошли системные методы лечения, использовалась в первую очередь цитотоксическая терапия. Это касается фактически всего прошлого века. Когда речь идет про цитотоксическую терапию и индивидуализацию лечения, первое, и, по большому счету, то, что используется в течение значительно более длительного времени, это клинические маркеры, клинические показатели, на которых мы можем ориентироваться с точки зрения индивидуализации лечения. Что нам дают эти маркеры? По большому счету, они нам показывают, перенесет ли конкретный пациент агрессивную цитотоксическую терапию, которая может быть у него использована и с помощью которой можно будет получить наилучшие результаты. Мы ориентируемся на возраст, на состояние по шкале ЭКО, конечно, на функцию внутренних органов. Крайне редко мы можем ориентироваться на течение заболевания, например, как в случае колоректального рака его. Мы знаем, что там есть подгруппа пациентов, у которых он протекает относительно индолентно. Безусловным исключением из этого правила являются опухоли молочной железы, для которых уже на ранних этапах было известно, что часть из них протекает относительно индолентно, характеризуется поражением костей, кожи, мягких тканей. Соответственно, эти пациенты чувствительны к эндокринным манипуляциям. Затем у нас появился маркер, мы можем использовать рецепторы эстрогена. Тем не менее, индивидуализация лечения, о которой мы можем говорить сейчас в реальном виде, ту, которую мы можем использовать, она, по большому счету, началась в течение последних 20 лет. Когда при помощи молекулярной генетики были выявлены отдельные маркеры, которые характеризовали подгруппы опухолей. В первую очередь, течь идет, конечно, об активирующих мутациях. Эти мутации, когда они выявлялись у пациентов, характеризовали эту группу как высоко чувствительную к таргетному блокированию этих конкретно молекулярных нарушений. Одним из примеров этого является активирующая мутация в гене рецептора эпидермального фактора роста. И надо сказать, что в рамках лаборатории молекулярной онкологии в научно-исследовательском институте Петрова, это была одна из первых лабораторий в России, которая начала тестирование вот этих мутаций в гене рецептора эпидермального фактора роста. И при этом это было практически сразу же после их открытия, в частности, например, в Ельцком университете Томасом Линчем. Почему так быстро мы сумели наладить этот анализ? Отчасти потому, что это исследование проводится относительно простым методом. Это обычная полимеразно-цепная реакция. При этом в рамках лаборатории мы определяем два наиболее частых варианта мутаций. Делеции в 19-м экзоне и точковой замены в 21-м экзоне. И те, и другие определяются полимеразно-цепной реакцией. В одной используется амплификация всего домена с последующим разделением, во второй используется аллеспецифическое ПЦН. На тот момент, когда эти мутации были идентифицированы, места для таргетной терапии в лечении пациентов, в частности, неимелкоклеточным раком легкого, еще не было. И поэтому мы инициировали исследование. Первое в России исследование, проспективное исследование второй фазы, в рамках которого проспективно определялись мутации в генерецепторе эпидермального фактора роста. А затем эти пациенты получали терапию гифетинибом до прогрессирования заболевания по критериям РЕЦИЗ. С тех пор многое изменилось, и мы взяли вторую когорту пациентов. Это те пациенты, которые получали этот препарат уже рутинно, уже в рамках стандартного использования. И в рамках этой группы, возможно, было продолжение лечения после прогрессирования, продолжение лечения beyond progression. В первой группе было 25 пациентов, во второй – 45. Посмотрите на результаты. Время до прогрессирования, которое нам удалось показать, 15,8 месяцев. При этом оно транслировалось в увеличение общей выживаемости до 20 месяцев. Это впечатляет, особенно когда ретроспективно мы можем сравнить с историческим контролем, мы можем сравнить с химиотерапией, где мало кто из пациентов переживает 14-16 более месяцев. Здесь 20 месяцев – это медиана общей выживаемости пациентов. При этом, конечно, эти данные абсолютно подтверждают данные, которые были получены в крупных рандомизированных исследованиях, проведенных по всему миру, в Азии, в Европе, в Северной Америке, в рамках которых было показано преимущество таргетной терапии у пациентов с наличием активирующих мутаций относительно цитостатической терапии. Вы увидите, это касалось и частоты объективных ответов, и времени до прогрессирования опухоли. Но, тем не менее, и здесь, это очень интересно, и здесь есть место для клинической индивидуализации и лечения. Это было известно и представлено в виде отдельных кейс-репортов о том, что участие пациентов, прогрессирование по критериям рецис, то есть увеличение размеров опухоли, не сопровождается ухудшением состояния. И, соответственно, у этих пациентов возможно продолжение лечения тем же препаратом после прогрессирования. И посмотрите на эти результаты. Зеленая линия – это кривая времени до прогрессирования пациентов, которые получали лечение после формального зарегистрированного прогрессирования. 29 месяцев – это медиана времени до отмены гифетиниба у этих пациентов. Но посмотрите, что самое интересное. Продолжение лечения до прогрессирования сопровождалось достоверным увеличением общей выживаемости для этих пациентов. Безусловно, можно спекулятивно говорить о том, что, наверное, это более благоприятная группа пациентов, которая характеризуется интолентным течением. Но так или иначе, продолжение лечения приводило к достоверному увеличению общей выживаемости пациентов. Конечно, ориентироваться на клинические маркеры практически всегда сложно, потому что они имеют субъективный характер. И четко сказать, что есть он или нет, один подумал так, другой так. Поэтому мы на настоящий момент совместно с лабораторией генома именитого инициировали работу с использованием одного из самых современных методов полимерационно-цепной реакции – дроплет ПЦР. Когда мы можем количественно оценить число копий мутации резистентности в первоначальной популяции опухолевых клеток. Возможно, это будет для нас маркером о целесообразности продолжения терапии после прогрессирования для этих пациентов. Безусловно, кроме активирующих мутаций в гене-рецепторе эпидермального фактора роста, есть много других. Они выявлены для гастроинтенсиональных тромальных опухолей, так как активация сигнального каскада с ЭКИД, активно блокируется эмотенибом. Для немелкоклеточного рака легкого есть транслокация АЛК, притом существует уже два вида, два поколения препаратов, которые довольно эффективны. Есть транслокации РОС, при которых эффективен кризотениб. Для меланомы немножко другая история. Там есть мутации БИРАФ, которые нельзя назвать истинно активирующими, так как они фактически не приводят к трансформации опухолевых клеток, а лишь активизируют пролиферацию. Тем не менее, посмотрите, ингибиторы БИРАФ, они точно так же активно позволяют добиться выраженной частоты объективных ответов и значимого времени до прогрессирования. Но, к сожалению, как мы думали в течение пяти и более лет, когда появились первые результаты применения этого лечения, к сожалению, это не оказалось панацеей. Оказалось, что все-таки эффективность этих препаратов крайне высока относительно химиотерапии. То есть она несравнимо высока относительно цитотоксической терапии. Но все-таки, к сожалению, это не 100%. Посмотрите, это анализ результата АйПАС. Оказалось, что у 6,5% пациентов с наличием активирующих мутаций в гене рецептора эпидермального фактора РОСа, которые получали гифетиниб в первой линии, максимальным эффектом было прогрессирование заболевания. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки, несмотря на значимость этого маркера, мутации GFR – это не абсолютный маркер чувствительности к таргетной терапии препаратами первого, а, возможно, и второго и третьего поколений. Другой проблемой, с которой мы столкнулись, что активирующие мутации присутствуют в небольшом количестве опухолей. К сожалению, это уже достоверно доказано. Например, мутации рецептора эпидермального фактора РОСа на круг для России составляют только 7%. Если к этому прибавить транслокацию АЛК, транслокацию РОС, возможно, еще какие-то другие мутации, суммарно получится не больше 10%. Только 10% пациентов немелкоклеточным раком легкого могут активно получать в настоящее время таргетную терапию с использованием новейших препаратов, и только у 10% эта терапия будет эффективна. Остальные пациенты являются, безусловно, кандидатами для получения цитотоксической терапии. Это стандарт лечения, который мы используем на настоящий момент. Существуют ли какие-то предиктивные факторы, факторы, которые мы можем использовать для того, чтобы понять, у какого пациента какой вариант химиотерапии будет эффективен, и будет ли у него эффективна цитотоксическая терапия вообще. Безусловно, эта область была изучена еще шире, чем молекулярные активирующие нарушения. Были изучены большое количество показателей. На первых ранних этапах это была иммуногистохимическая оценка экспрессии тех или иных маркеров. Затем к этому присоединилась полимеразно-цепная реакция, которая оценивала экспрессию. Но, тем не менее, к сожалению, до настоящего момента маркеров, которые действительно доказывали бы нам эффективность того или иного препарата, достоверно не существует. И в качестве примера мне хотелось привести для вас исследование при немелкоклеточном раке легкого, когда больные стратифицировались на основании уровня экспрессии двух маркеров RCC1 и RRM1. Потом, в зависимости от стратификации на четыре группы, они получали различные варианты лечения, которые включали в себя препараты платины, токсаны, венрельбин, гемцитабин. И оказалось, это исследование было негативным. Оказалось, что ни одна из групп экспериментальных не оказалась лучше контроля. И потом уже ретроспективно было показано, что связано это было в первую очередь с невозможностью воспроизвести результаты иммуногистохимической окраски. Было связано с тем, что результаты иммуногистохимической окраски этих маркеров фактически никак не соответствовали с результатами оценки его полимеразной цепной реакции. Таким образом, на настоящий момент мы не можем сказать... Предиктивных маркеров для ацетостатической терапии нет. Мы не можем сказать, с чем это связано. То ли это связано с несовершенством нашей методики, то ли мы не знаем, каким образом анализировать полученные результаты. А возможно, таких факторов и нет. И те факторы, которые были изучены, они действительно не играют никакой роли. Одним из немногих факторов, который на настоящий момент является актуальным, предиктивным фактором для ацетостатической терапии, является наследственная мутация BRCA1. Безусловно, это давным-давно был известен, этот маркер, этот наследственный фактор. Изначально он изучался с точки зрения риска возникновения опухолей молочной железы, опухолей яичников. Затем он изучался как прогностический фактор для этих пациентов. Но что определяет... Да, и лишь относительно недавно, в течение последних пяти лет, было показано, сначала на клеточных линиях, а затем и инвиво, что опухоли, которые ассоциированы с наличием мутации BRCA, они в силу своего патогенеза, в силу непоннаценности механизмов препарации, крайне чувствительны к действию препаратов с активирующим механизмом действия. Вторым преимуществом этого маркера является относительная простота его тестирования. Вы видите, это результаты точно такой же полимеразно-цепной реакции. При этом мы получаем ответ, белая или черная, мутация либо есть, либо нет. Мы не получаем промежуточных значений. Либо она есть, либо нет. И, соответственно, в зависимости от этого мы можем попытаться индивидуализировать лечение. Мы изучили этот вопрос на двух моделях. Первый – это были операбельные опухоли молочной железы у пациентов с онкологическим анамнезом, молодым возрастом. Вторая модель – это были эпителиальные опухоли яичников, когда у пациентов, которые уже получили стандартные варианты лечения, чаще всего исключение препаратов платины и токсанов. Мы проанализировали большое количество пациентов, скринировали больше 100 и нашли немного. Но все-таки это результат. Мы нашли 6 пациентов с операбельной формой опухоли молочной железы, ассоциированной с наследственными мутациями БРЦ1. Все опухоли были трижды негативными. Безусловно, все, кто использовал цисплатин, знают, что это высоко токсичный препарат. И в нашем исследовании точно так же частота токсических проявлений была довольно высокой. Гематологическая токсичность, тошнота и рвота. Тем не менее, все это привело к тому, что нам удалось достичь полного патоморфологического регресса Грейд 5 по шкале Миллер-Пайн у трех из пяти пациентов. Одна пациентка из шести отказалась от проведения хирургического лечения по своим соображениям. И, к сожалению, мы не смогли оценить у нее полный патоморфологический регресс. Вторая группа, вторая модель, это эпителиальные опухоли яичников, ассоциированные с наследственными мутациями БРЦА, которые уже получили, являются резистентными или рефрактерными к стандартной химиотерапии цисплатином и в большинстве случаев токсанами. Несмотря на то, что эти пациенты уже получили определенное количество от линии химиотерапии до этого, терапия метамецином у них не сопровождалась выраженной токсичностью. Безусловно, гематологическая токсичность была, но она была не настолько выражена, как мы этого ожидали. И посмотрите на результаты. Конечно, частота объективных ответов не настолько высока, насколько нам бы хотелось, но при этом частота контроля за заболеванием 75%. А посмотрите на длительность этого контроля, 6 месяцев. И это те пациенты, которые уже получили стандартные варианты лечения. Безусловно, все это говорит о том, что, наверное, БРЦА-1 может быть использован как маркер для того, чтобы определять в определенной степени тактику лечения и, возможно, пытаться максимально использовать у этих пациентов терапию алкалирующими агентами. Тем не менее, к сожалению, эти мутации встречаются точно так же довольно редко. И, конечно, для большинства пациентов эта методика, она, к сожалению, не будет применима. Что же нам делать с теми пациентами, у которых нет активирующих мутаций, у которых нам не удалось найти наследственный компонент в патогенезе их опухолей, мы применили другой подход. Для многих опухолей известны негативные предиктивные факторы для того или иного варианта лечения. И мы попытались сузить группу пациентов для конкретного варианта лечения с помощью исключения из нее пациентов с наличием негативных предиктивных факторов. В качестве модели мы выбрали метастатический колоректальный рак, для которого негативное предиктивное значение K-RAS для терапии цитоксимабом и N-RAS для терапии по нету мамам показано давным-давно. Это влияет и на время допрогрессирования опухолей, и на общую выживаемость. Но существует еще и третий маркер, БИРАФ, который не обладает истинно предиктивным значением для терапии моноклональными антителами, но тем не менее обладает негативным прогностическим значением. То есть опухоли, которые несут в себе наличие вот этой мутации, они протекают немножко более агрессивно, чем другие. И мы предположили, что, наверное, эти опухоли с мутациями, они будут не самыми подходящими кандидатами для проведения монотерапии в первой линии лечения. Что мы сделали? Мы провели исследование второй фазы, проспективно. И здесь надо отдать должное опять-таки лаборатории молекулярной онкологии, которые в кратчайшие сроки научились определять статус трех генов проспективно. То есть пациент ждал результатов анализов для того, чтобы нам определить его дальнейшую тактику. Мы провели проспективное исследование, одноцентровое исследование второй фазы по оценке влияния монотерапии с отоксимабом на время до прогрессирования опухоли. Дизайн исследования был основан на двусадийном дизайне Флеминга. И альтернативной гипотезой было то, что у 50% пациентов не будет прогрессирования в течение 6 месяцев от начала терапии. Безусловно, колоссальная работа была проделана совместно с Институтом онкологии по скринингу этих пациентов. 73 пациента были отобраны, скринированы на наличие молекулярных нарушений. У 33 пациентов был выявлен трипл-негативный, назовем это так, применительно к опухолям толстой кишки, трипл-негативный фенотип, генотип, там не было мутаций. И 21 пациент получал монотерапию с отоксимабом в первой линии. И вот результаты. К сожалению, мы не достигли той выдающейся, как бы Евгений Владимирович не любит слово, драматической, но выраженной эффективности, как на фоне терапии моноклональными антителами. Частота объективных ответов была довольно скромная, 10%. Но тем не менее, у 68% нам удалось добиться контроля за заболеванием. Но мне хотелось бы здесь обратить ваше внимание на нижнюю строчку, прогрессирование заболевания, как максимальный эффект. Прогрессирование было выявлено фактически у третьих пациентов на фоне монотерапии с отоксимаба. Мы вернемся к этому немножко позднее. Медианное время до прогрессирования в нашем исследовании составило 7,4 месяца. Мы подтвердили первичную гипотезу о том, что использование с отоксимаба позволяет нам достичь стабилизации, достичь ответа опухоли в течение продолжающегося не менее 6 месяцев. При этом общее выживаемое составило 18,9 месяцев. Это показатель, который абсолютно соответствует данным крупных международных исследований третий фаз. Но вопрос заключается в том, что действительно ли те маркеры, которые мы отобрали, они являются оптимальными для отбора группы пациентов для проведения последующей монотерапии тем или иным препаратом. И мы предполагаем, что нет. Несмотря на то, что исследование можно считать позитивным, все-таки этих трех маркеров недостаточно для того, чтобы выделить группу оптимально чувствительную к действию с отоксимаба. Нужно делать что-то еще. И с целью того, чтобы выявить различные подгруппы в пределах гомогенного на настоящий момент заболевания, мы провели экспрессионное профилирование опухолей, которые характеризовались экспрессией рецепторов эстрогенов, рецепторов прогестерона, гиперэкспрессии HER2. Вы видите, проскринировали записи больше тысячи пациентов, и удалось выявить 76 пациентов. В анализ были включены 46 человек. Им был проведен полногеномный экспрессионный анализ на ЧП Афиметрикс совместно с лабораторией Стэнфордского университета. При этом оказалось, что непосредственно сам анализ – это только маленькая проблема. Это не самое сложное сделать этот анализ. Самое сложное оказалось проанализировать. И здесь совместно с кафедрой вычислительных технологий ИТМО мы провели математический анализ, который включал в себя нормализацию данных на первом этапе, на втором этапе – кластеризацию, затем формирование корреляции между полученными кластерами и показателями выживаемости, различными клиническими характеристиками опухолей. Я не буду вдаваться в детали. Слева – дендрограмма, которая в англоязычной литературе называется HITMAP. По вертикали – 1214 генов, по горизонтали – 46 пациентов. И они в результате этой иерархической кластеризации разделились на две группы. Посмотрите, что самое интересное – показатели выживаемости. Оказалось, что все-таки присутствует тенденция к тому, что у одной группы безрецидивная выживаемость оказалась выше, чем у второй. Безусловно, на 46 пациентах добиться статистической значимости фактически не представляется возможным. Тем не менее, это тенденция. Для того, чтобы проверить эту тенденцию, мы получили материалы, которые находятся в свободном доступе, в свободном доступе в интернет. Это точно такие же экспрессионные профили, но других опухолей молочной железы. И мы оттуда… Было пронизировано более 4 тысяч опухолей. Мы оттуда получили еще 264 образца. И посмотрите на результат безрецидивной выживаемости. Эти опухоли были стратифицированы и кластеризованы по той сигнатуре, которая была разработана на первом этапе. Уже на этом этапе с большим количеством образцов наши результаты достигли статистической значимости. К сожалению, тот опыт, который мы получили в ходе проведения этого анализа, заключается в том, что, несмотря на то, что экспрессионный анализ, он безусловно дает нам представление о фенотипически различных группах, которые представлены в рамках гомогенного заболевания, он дает очень мало информации о патогенезе опухолей. И параллельная работа была инициирована Американским противоракованным институтом. Вы видите, сколько университетов в ней приняли участие. Она получила название TCGA. Она охватила фактически все на настоящий момент основные нозологические формы. Это и рак желудка, рак толстой кишки, аденокарцинома легкого, плоскоклеточный рак легкого, рак яичников, рак молочной железы. Все эти опухоли были собраны согласно строгой методике и затем подвергнуты наиболее современным на настоящий момент методам молекулярного анализа. Это полноэкзомное секвенирование, секвенирование РНК, полногеномный экспрессионный анализ, анализ копийности гена и многие другие там, они различались в зависимости от локализации. Пример. Это типирование аденокарциномы легкого. Оказалось, в результате комплексного анализа, что аденокарцинома легкого, это заболевание состоит из трех, как минимум трех на настоящий момент подтипов. Это так называемый Terminal Respiratory Unit, проксимальный-пролиферативный и проксимальный-воспалительный. Но вы спросите, зачем это нам для лечения? И вот что оказалось. Посмотрите, все большинство активирующих мутации GFR, практически все транслокации АЛК, РОС-1 здесь не оценивать, они были выявлены в опухолях, которые были охарактеризованы как Terminal Respiratory Unit. О чем нам это говорит? Это нам говорит о том, что данный подтип опухоли, по-видимому, в своем патогенезе не имеет воздействия канцерогенных факторов, а связан с какими-то другими факторами, о которых мы не знаем. И, наверное, эти опухоли, в которых выявляются активирующие мутации, не выявлены активирующие мутации, наверное, их нужно изучать детальнее для того, чтобы у них выявить активирующие мутации. Посмотрите, это было уже сделано немножко для другой группы пациентов. Это паннегативные аденокарциномы. Это те аденокарциномы, при которых не выявлены активирующие мутации стандартными методами. Они были подвергнуты Next Generation Sequencing, секвенированию следующего поколения. И вы видите, что фактически в 68% из этих образований были выявлены такие молекулярные нарушения, которые могут быть расценены как драйверные для уже существующих препаратов и для препаратов, которые на настоящий момент находятся в клиническом изучении. Но я скажу вам больше. Оказывается, что два вторых подтипа, которые различаются между собой патогенезом, различаются, безусловно, происхождением, частотой мутации Т-53, они, фактически, эти два подтипа характеризуются крайне высокой частотой mutational load, это называется по-английски, то есть частотой мутаций, частотой ненемых мутаций. И посмотрите, это данные, которые получены для другой опухоли, данные для меланомы. Это эффективность ингибиторов CTLA-4 в зависимости от числа мутаций на клетку. И посмотрите, что оказывается, общая выживаемость при использовании этого препарата у пациентов больных меланомой с большим количеством мутаций, она значительно выше, чем для таких же опухолей, но с меньшим количеством молекулярных нарушений. Поэтому вполне возможно, и мы можем попытаться теоретически пока экстраполировать эти данные на, например, аденокарциномы легкого, о том, что там иммунотерапевтический подход должен быть использован у меньшей части пациентов, которые характеризуются воспалительным и проксимальным пролиферативным подтипами. Посмотрите на опухоли молочной железы. Мы говорили до этого про активность BRCA и про использование этого маркера как маркера чувствительности для терапии алкелирующими агентами. Посмотрите, оказалось, что, это то, о чем говорил предыдущий докладчик, оказалось, что трипл-негативные опухоли не представляют собой гомогенную группу. Они на основании вот этого полногеномного экспрессионного анализа представляют из собой гетерогенную группу. И один подтип, на который мне хотелось обратить ваше внимание, это базальный тип 1. И в него именно попали практически все опухоли, которые были ассоциированы с наследственными мутациями BRCA1. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что возможно, точнее невозможно, а на настоящий момент точно, опухоли, ассоциированные с BRCA1, они похожи по своему фенотипу на опухоли определенной части трипл-негативных, а именно базальный подтип 1. И вполне возможно, мы можем использовать уже как маркер чувствительности к, например, цисплотину, не мутации BRCA1, а наличие принадлежности к этому подтипу. И эта группа будет шире, чем только больные с мутацией. И посмотрите, подтверждения этому уже предклинические получены. Посмотрите, вот на этой гистограмме получается черным выделено базальный 1 подтип, и только единички снизу, это те пациенты, у которых есть наличие мутации. Посмотрите, там эффективность цисплотина характерна для всего, фактически, подкластера базального подтипа 1. Безусловно, это не окончательные результаты, но это предпосылка к тому, что мы можем расширить группу на основании тех данных, которые уже есть на настоящий момент. То же самое касается и экспериментов in vivo, когда клеточные линии базального 1 подтипа были пересажены животным, и они оказались более чувствительны к цисплотину, чем к другим препаратам. При этом эти опухоли, которые были пересажены, опухоли в клетке, там не было наследственных мутаций BRCA1. То есть это был просто базальный подтип 1. Это типирование опухолей толстой кишки. Четыре подтипа различаются профилем мутационных изменений, профилем экспрессии, а также по агрессивности течения. И посмотрите, что мы делали, когда мы выбирали пациентов на основании только трех маркеров. На основании мутации K-RAS, N-RAS и BRCA1. Мы исключали этих пациентов и думали, что у нас остается гомогенная группа. Но оказалось, что это не так. Посмотрите, второй и четвертый подтип. Именно к ним может принадлежать пациенты без наличия негативных предиктивных факторов мутации K-RAS, N-RAS и BRCA1. И посмотрите, насколько различается выживаемость для этих пациентов. Для одного подтипа она промежуточная, для второго плохая. Так возможно, пациенты, которые не ответили на нашу терапию сетоксимабом, которые прогрессировали после двух месяцев лечения, несмотря на отсутствие всех этих мутаций, они принадлежат просто к четвертому подтипу, который составляет 20%. Возможно, это так. Все это говорит нам о том, что на настоящий момент мы приходим к тому, что нельзя больше использовать отдельные маркеры для определения тактики лечения. Последний пример я хотел привести. Это HER2. Посмотрите, это кластеризация. Был проведен экспрессионный анализ, и затем его результаты были кластеризованы. Это пациенты с HER2 гиперэкспрессией. Посмотрите, эти опухоли не одинаковые. Они... Было сформировано три экспрессионных кластера. И посмотрите на результаты. Независимо от терапии с ростузумабом, оказалось, что эти опухоли ведут себя по-разному. У них разная безрецидивная выживаемость, у них разная общая выживаемость. Таким образом, на настоящий момент основным вопросом является то, с чем мы будем работать через 5 лет, через 10 лет. Какие возможности для индивидуализации лечения у нас будут? Без сомнения, что индивидуализация лечения – это то направление, в котором должна идти онкология с точки зрения совершенствования ее результатов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ